Продолжение следует... 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 по той простой причине, что, мне кажется, наши люди могут быстрее найти взаимопонимание друг с другом, могут выбрать эти взаимопонимания друг с другом. Я не случайно говорил о молодежи, не случайно говорил о контактах, потому что любовь сообщества обращается контактами, общением людей. В предыдущие годы было предложено несколько проектов, и я думаю, что можно было бы обсудить возможности их продолжения в области культурного, молодежного, спортивного сотрудничества. Оно, в свою очередь, даст импульс для развития экономического сотрудничества. В минувости, мы много раз говорили о своей работе в области культуры, шпорта. Почему мы думали, что эти темы нужно обновить? Ну, в частности, вот в отношении спорта. Мы только что проходили через вашу площадь и видели большой экран, на котором демонстрируются фрагменты хоккейных матчей. Пишку. Пишку. Хоккейных матчей. В свое время сборная Советского Союза и сборная Чехословакии были непремеримые соперники. Один только известный форвард Мартинец, чего он стоит, который всегда составлял угрозу для хоккейных вратарей Советского Союза. Поэтому я бы хотел сказать о том, что в 2019 году в городе Красноярске будет проводиться Всемирный универсиад по зимним видам спорта. И, безусловно, в плане подготовки к этой универсиаде мы могли бы говорить о каком-то более тесном сотрудничестве наших молодых спортсменов, которые могли бы принимать участие в спортивных соревнованиях как здесь, так и у нас. И, безусловно, есть объекты, которые будут производить участие в области спортивных соревнованиях. В 2019 году в Красноярске было такое целосветное олимпиаде о спортивной. Поэтому, если бы мы бы рады, чтобы спортсмарки из Союза из Союза участвовали. Не олимпиада, а универсиада. И, собственно, в универсиаде. А универсиаде. Универсиада. И, безусловно. Это очень важный проект. Мы хотим преобразовать город, подобно тому, как преобразовалась Барселона перед Олимпийскими играми. Мы хотим также, чтобы университет дала импульс преобразованию города Красноярска. Как случайно. Тато удалость для нас была очень важна, потому что мы хотим изменить или выстроить место при этом преимуществе. Как Барселона, как Суча, как Казань, которая тоже очень много приобрела. Мне кажется, это очень такое благоприятное направление, где мы могли бы сотрудничать в рамках студенческих обменов, студенческих соревнований, различных конференций, которые будут, мы планируем проводить у себя различные конференции по вопросам развития студенческого спорта. Если говорить об области культуры, я знаю, что были проработаны вопросы, касающиеся возможных гастролей камерных оркестров. У нас традиционно проводится фестиваль камерной музыки в Сибири Европы, куда приезжают исполнители из Германии, Италии и других европейских стран. И пользуется фестиваль очень большим успехом Красноярцев. В области культуры бы так истой спорта, потенциал, на какого соединительности решили в имене побитых наших суборов умелецких? Конечно, я должен поблагодарить вас, уважаемый Игорь Хома, за то, что словацкие дети приняли участие в фестивале, который стал международный фестиваль «Дети и детям». И те рисунки, которые мы получили в Красноярске, участвовали в благотворительной акции, которая позволила помочь детям, которые нуждаются в этой помощи, большим детям. Это очень благородный проект и надеюсь, что он тоже будет развиваться. Я желаю вам спасибо за участие славянских детей в проекте «Дети и детям», которые послали выкрасить в Красноярске. Тот же рисунок, который помогает детям, которые помогают детям, которые потребуют. Если говорить о экономическом сотрудничестве, то сотрудничество Красноярского края и Словакия, оно, мне казалось, имеет очень большой потенциал для дальнейшего развития. Тот же рисунок, что запекает экономической сполопрацей, сполопрацей наших мест в этой областной дороге, потенциал? Сегодня объем внешнеторгового оборота Красноярского края и Словакии составляет в пределах 15 миллионов долларов США. Но это очень маленький объем и он может быть увеличен и нарощен. Заграничная часовика заграничного… И я думаю, что он мог быть развит на основе тех договоренностей, которые возникают между правительством Красноярского края и предприятиями Словакии, в первую очередь в области сельского хозяйства. Уже есть такие проекты, связанные с взаимодействием наших сельхозпредприятий и предприятий, вашего края, вашего региона. Я думаю, что это тема благодатная и благотворная, которая могла бы развиваться. Не скрою, что в нынешней экономической и критической ситуации она представляет для нас серьезный интерес. Уже в области полного хозяйства есть сполупраца между нашими местами и в этой области есть потенциал? Какое конкретное сотрудничество в этой области сельского хозяйства? В области сельского хозяйства речь идет о сотрудничестве в области животноводства, в частности, поставка в Красноярский край породистого скота, мясо-молочного направления. И в компании «Агро-21» возглавляет ее Йозеф Мигаш. Йозеф Мигаш? Да. Понятно, да. Буквально два года сотрудничество развивается. Я думаю, что это достаточно большой позитив, который может быть и нам. Очень важно сделать все для повышения, создать условия для повышения продуктивности, строительства, повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Это и в связи опорные европейские технологии очень интересно. Я знаю, что, уважаемый господин мэр, вы по образованию строитель и по профессии строитель. Я тоже строитель по образованию. И в этой связи, вот, внедрение новых строительных современных технологий, в том числе и при строительстве объектов универсиады, для нас тоже это интересное направление, новые технологии, возможно, новые материалы, возможно, новые какие-то технические решения, которые могли бы быть интересны для нас. Хотя климат у нас несколько более суровый, нежели в Словакии, но тем не менее, сейчас больше важны не стены, а технологии, которые применяются для того, чтобы здания были эффективными, умными, современными, малоэнергозатратными и так далее. Не буду скрывать, что у нас край и город – это город крупной и тяжелой индустрии. У нас в городе развита цветная энергетология. Сейчас у нас бурно развивается в край алюминий, драгоценные металлы. В целом в край – это еще и никель, медь, платина. Вот это, так сказать, стратегические металлы, которые производятся на территории края. Последние годы в крае развивается нефтедобыча. У нас в этом году будет добыто 22 миллиона тонн нефти, а пять лет назад вообще нефти не добылось. 22 миллиона тонн нефти в ближайшее время. Объемы должны выйти добычи на 25-30 миллионов тонн нефти в год. Это полностью изменит структуру экономики. В регионе вообще, да. Известно такое, может быть, вы слышали, вангкорское месторождение, которое будет развиваться в том числе и с привлечением иностранных инвесторов. Сама добыча нефти порождает массу задач, связанных с производством нефтяного машиностроения, нефтепереработкой, нефтехимией и так далее. Это тоже очень серьезный проект. Поэтому 15 миллионов долларов, это российские рубли, 750 миллионов рублей при объеме производства в Красноярском крае, триллион двести рублей. Или же при объеме производства в городе Красноярске 300 миллиардов рублей. Это очень незначительные объемы. И в этом я вижу потенциал возможного сотрудничества. Чем больше мы друг друга будем узнавать, тем больше создавать почвы для взаимного сотрудничества бизнесменов в Словакии, Жилины, бизнесменов в городе Красноярске. У нас в городе существует почетное консульство Словакии. И есть база, оттолкнувшись от которой можно развивать это сотрудничество в общении людей, в развитии экономических связей. Поэтому я думаю, что устанавливая тесное взаимодействие, мы будем очень серьезно способствовать тому, чтобы люди знакомились, устанавливали контакты, работали друг с другом. Регулярно у нас в феврале проводится экономический форум. Ваши коллеги были... Да, как раз вот и подписано было. Да, что у нас на 9-м форуме. На 12-м форуме. На 12-м форуме. Коллеги, я имею в виду. Компания «Агро-21» из Словакии, да? Да, то есть это более, значит, более, как бы, не нашего уровня, а более высокого уровня. Региональные и, значит, уровни государства, Словацкого государства. Компания между собой. Но этот форум регулярный, что очень важно, он проходит под патронажем и под эгидой правительства Российской Федерации. В этом году председателем комитета был Дворкович. В частности, на нашем форуме в свое время президент, кандидат в президенты Медведев сделал свое программное заявление перед тем, как стать президентом страны. Он проводился уже в этом году в 13-й раз. Поэтому это площадка, где тоже могут обсуждаться эти вопросы. Поэтому я вижу свою задачу, заключающуюся в том, что устанавливая сотрудничество, мы должны создать такие вехи, скажем, фестиваль один, соревнования другие, обмен делегациями третьей, заключение соглашений. На это накладывается экономический форум, взаимодействие предприятий между собой, межгосударственные контакты, которые существуют на уровне правительства вашего государства и нашего государства. Все это, как говорится, в одну копилку, которая позволит нам расширить сотрудничество, которое приведет к большему успеху людей, которые живут у вас и у нас. Я считаю, что нам очень важно способствовать развитию этого сотрудничества и еще раз хочу вас поблагодарить за приглашение нас к вам сюда. На основе того, что вы говорите, что вы говорите, я думаю, что это будет очень важно для развития и развития этой сполупрацы, в одном из этих секунд. Я уже не буду повторять, что наше сотрудничество очень надежно. Но на основе этой встречи я хочу сказать, что очень рад посетить Ваш город и уже в конкретных областях. Разговорю Вам на тему сотрудничества. Можна со собой принести уже подникальность из наших мест, которые конкретно были в одном из этих segmentах. Можна уже приходить в месте с предпринимателями из нашего города и уже поговорить на его чену. Я надежно в этом году встретил еще одну вещь, что целковая международная политическая ситуация. Она не играет роль в нашем стране. Я хочу это выразить, потому что я посланник Народной Рады в Солнечной Раде, в нашей государственной Думе. И я думаю, что это нужно было в двух размерах. Первое. Мы очень хорошие отношения с новым русской федерацией на Словенске. Мы очень хорошие отношения с русской федерацией на Словенске. Мы очень хорошие отношения с тем, что наше сотрудничество имеет очень большой потенциал роста. Вопросы международной политики, они, как я уверен, регулируются. И мы просто не должны терять время, а должны работать для того, чтобы развивать наше сотрудничество. И пользуясь случаем, я хочу вас, уважаемый господин Горкома, пригласить в наш город. К нам лучше всего приезжать летом, потому что у нас тогда красиво. Можно будет поехать посмотреть в том числе и нашу природу. У нас летом проводится целый ряд мероприятий. Помимо Дня города у нас традиционно проводится фестиваль, музыкальный фестиваль Азиатско-Тихоокеанского региона. Но он называется Азиатско-Тихоокеанский. Но туда приезжают в том числе и представители европейских государств. То есть это такой большой народный праздник, который тоже проходит под патронажем правительства Российской Федерации. Но мы видим такое культурное многообразие на улицах нашего города. Я уже говорил о спортивных соревнованиях, которые у нас проходят, и культурных, и экономических. Поэтому в любое удобное для вас время я всегда буду рад вас видеть в нашем городе. И я уверен, вам понравится у нас, тоже есть на что посмотреть. Конечно, наш город не такой в богатой истории, как город Жилино, поскольку нашему городу всего лишь навсего чуть более 380 лет. Два раза, наверное, моложе города Жилино. Но у нас есть природа. У нас прямо в городе заповедник. Прямо в городе находится горнолыжный курорт. Прямо в городе, у нас практически в городе находится Красноярская гидроэлектростанция. Красноярское море. У нас находится большое водохранилище. Мы не похожи на Европу, любим и очень ценим европейскую историю. Но с радостью готовы будем поделиться нашими красотами с вами. Чтобы у вас было четкое убеждение, что надо ехать, я вам сразу же сейчас выпишу приглашение. Это наши деньги, российские. Это не сувениры. Я просто, чтобы никто не обвинил меня во взяточе в несчастье и коррупции. Я просто обозначу, что это сувенир. На этих купюрах изображение Красноярского. Да, это вот здесь. Действительно. Это никогда не заметил. Это мост, который находится рядом с нашей ракушей, если говорить по-вашему, с нашей администрацией. Это часовня, которая является символом города. А это Красноярская ГЭС. Это единственное в мире предприятие. Это российские деньги официальные. Единственное в мире предприятие. Вам пропуск. Я и хорошо знаю эти деньги. Вам пропуск. Они только не забывают только Красноярск. Они везде накапливают. Вам против Красноярск. Ну, до полутора. Пожалуйста, вам тоже пропуск. Собирайте. Никогда не забудьте. Я хочу сказать, что это единственное в мире предприятие производство на купюре. Ни одной купюре мира нет предприятия производства. Позвольте мне поручить наш сувенир. Это герб нашего города. У нас львы не водятся, но тем не менее, как символ нашего города является лев. Одним из наших губернаторов недавно был лев Владимирович Кузнецов. Он шефоводит в правительстве Российской Федерации министром по Северному Кавказу. Вот это был единственный лев, который как-то был связан с Красноярским краем. Спасибо большое. Спасибо. Позвольте мне еще одну почетную миссию. Это, кстати говоря, нас очень долго на таможне и в России спрашивали, что мы везем. Поскольку из Красноярска ушло на фронт более 62 тысяч человек в период Великой Отечественной войны, и половина практически погибли, в том числе освобождая Сталинград, под Москвой, очень много сибиряков погибло, освобождая Ленинград от блокады, на Курской дуге. И в том числе многие красноярцы участвовали в освобождении Европы. Поэтому мы считаем, что это символ, который говорит о единении, в нашем духовном единении, поэтому позвольте мне передать вам этот символ для вас, для вашего музея. Спасибо большое. Спасибо. 62 тысячи человек? 62 тысячи. 62 тысячи пятьсот. Вернулась половину. Половину. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо. Вы поставили там, у меня в офисе есть такая вот рыба, у меня это будет иметь свое место. Спасибо. А вот она спрашивала, не оружие ли мы видели, не боеприпасы. Конечно. А вдруг что-то там пришлось пойти к начальнику, показывать, что я мэр, после этого он сказал, ладно, хорошо, можно ехать. Басы дали у нас. Москве. А у нас не было никаких правил? Ничего нет. Да, не знаю, что это. Шенгенская граница. Ладно, спасибо. Так. Можно нам есть какой-то? Да, пожалуйста. Если вы позволите. Уважаемый господин мэр, уважаемые дамы и господа, для меня большая честь присутствовать в составе делегации одного из 15 мегаполисов России, которого возглавляет сам руководитель в составе делегации быть на территории такой известной для меня и близкой страны. Почему известной и близкой? Мы общались ночью с вашими помощниками, я скажу, что очень квалифицированные помощники, очень высокое образование, знание истории. Но историю словацкого хоккея и чешского хоккея знают слабо. Я говорю «миноманский», говорю «зоево», говорю «счастный», а они удивленные слова. Я в этом плане тоже. А одни, конечно, получил информацию о слабоцком национальном восстании, которое было в годы войны. Я мало информации имел об этом, и то, что рассказал ваш помощник было для меня, конечно, таким открытием серьезным. Ну и у меня в связи с этим есть миссия такая, которая согласована с мэром нашего города. У нас Кадетский корпус Красноярский – это один из самых больших корпусов России и мира. И нашим большим друзьям, только самым большим друзьям от имени руководства Красноярского корпуса дарится вот такой вот золотой знак, Кадетский почетный. Для самых лучших друзей я хочу сегодня такой знак вручить вам, господин мэр, чтобы это подчеркнуло наше уважение к вам, к вашему городу и признательность за то, что у нас будет за себя. Спасибо большое. У меня сразу еще одна просьба. Не скажу, что она не скромная, наверное, все-таки скромная. У моего заместителя погиб здесь отец на территории Чехословакии. Здесь вот ответ дан военкомата, ну как-то дан расплывщик, указанные населенные пункты, которые были на территории Чехословакии. Я хочу попросить вас, чтобы вы дали поручение, может быть, уточнять место захоронения этого человека на основании вот этой информации, которая в этих листочках есть. Здесь его фотография даже. Потому что его внук, он является одним из представителей Венесейского казачества нашего, одним из руководителей Казакца. Он очень хочет приехать, если информация найдена будет по его деду, на могилу, посетить эту могилу. Если можно. А информацию через вашу помощницу, вот нашей помощнице, чтобы сообщить, если что-то помочь. Большое спасибо вам. Сделаем, что будет наше село. А письмо о чем вы говорите? Это ответ военкома, где он указывает, нашего военного комиссара, где он указывает приблизительное место захоронения. Может быть. Особо Российской Федерации, когда мне вручут книгу, которая говорит о местах, где захоронены, военные, российские военные. Есть какая книга? У нас нет. Я читала. Как раз неделю назад вручил этот парламент, я еще не успел прочитать. Ну, все равно постараемся, как я сказал. Большое спасибо. Спасибо вам. Это золотой знак. А отражаем. Друзья. Самое. Стараемся быть хорошими друзьями. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Аплодисменты Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok S民yου Мы очень гордимся нашему музею боевой славы. И на память хотим вручить вам фотоальбом о деятельности нашего музея и диск. Спасибо большое. Спасибо. 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 ... 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 ...... ... 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